Вы знаете, все любители косметики, наверное, разделяются на два типа. Те, кому важно еще, чтобы помимо того, чтобы продукт хорошо работал, он еще и очень хорошо выглядел, то есть у него была классная такая интересная упаковка, и те, кому абсолютно не важно, как продукт выглядит, во что он упакован, лишь бы он реально хорошо работал на лице. И я, наверное, отношу себя ко второму типу, потому что я никогда не покупала косметический продукт, только исходя из того, как он классно выглядит на полке где-нибудь. То есть для меня всегда важно было, чтобы продукт идеально работал у меня на лице. Если он работает плохо, и даже пускай у него самая лучшая упаковка в мире, я все равно этим продуктом не буду пользоваться, он не будет приносить мне никакой радости, разве что может быть только какое-то минимальное эстетическое удовольствие, если где-то его там разместить в интерьере. Но в то же время я знаю, что очень многие, даже из моих подписчиков, относятся к первой группе, и для вас сегодня будет очень много эстетического удовольствия, потому что мы с вами будем тестировать очень красивые помады, красивее которых я еще никогда не не сделала. У меня сегодня для затеста есть все четыре оттенка, и смысл этих помад вообще заключается в том, что они по своему виду полностью прозрачные, как гелево, такие желейные, и цвет на ваших губах начинает проявляться индивидуальным образом, то есть это, грубо говоря, химическая реакция с уровнем pH на ваших губах. Упаковка у этой помады тоже очень интересная, и на самом деле вот такой вот стиль открытия помады я еще ни разу не встречала, здесь с одной стороны идет зеркальце, снизу здесь написано название оттенка, и я раньше встречала такой механизм, что вы как бы продавливаете снизу, и она выстреливает. Здесь же все немножко по-другому, здесь нужно нажать сверху, и тогда она выстреливает снизу, после чего вы можете ее достать. И помады, конечно, выглядят очень интересно, у меня здесь такой потрясающий просто цветочек, потом золотые какие-то хлопья там тоже в середине помады, просто действительно очень-очень красивый выглядит этот продукт. В линейке, как я уже и сказала, 4 оттенка, я здесь вижу какой-то нюдовый оттенок, по крайней мере я сужу по вот этим вот наклейкам, которые сверху, это какой-то нюдовый, светло-розовый, потом красный, который немножко такой вот с теплым оранжевым подтоном, и холодная такая фуксия с голубым подтоном. Знаете что, давайте сначала, наверное, я сделаю сволочу на руке, для того, чтобы понять, какая из этих помад будет самая светлая, а какая самая темная, потому что, ну как бы исходя из названий и как бы наклеечек, можно приблизительно понять, что ожидать, но в то же время реакция может быть непредсказуемой из-за, как я уже и сказала, из-за какого-то определенного уровня пиаж. Ну что ж, приступим, первым у нас будет оттенок Minute Maid, это самый светлый, вроде бы как нюдовый оттенок, здесь в середине желтенький цветочек, очень красивый, мне нравится, и делаем свотч. Пока что выглядит, в принципе, прозрачно, я думаю, вы даже на камере не увидите. Она начинает потихоньку превращаться в что-то, но мы посмотрим, что это будет. Дальше следующий оттенок будет светло-розовый, называется Barbie Doll Powder. Следующим его сделаю тут свотч. Тоже изначально наносится абсолютно прозрачно, ничего даже не видно. Третьим оттенком пойдет Flame Red, это должен быть красный, здесь цветочек очень красивый, вот такой вот фуксии оттенка. Так, наносим этот оттенок, опять-таки, как будто вазелин нанесла. И самый последний будет оттенок Dream Purple. Здесь такой вот темно-синий оттенок, а цветочка в середине. Итак, нанесла я все четыре помады на руку. Помады по чуть-чуть начинают проявляться, и, честно говоря, у меня такое впечатление, что это один и тот же оттенок, то есть реагент там абсолютно одинаковый, только все это в разном обличии, скажем так, с разными цветочками, и наклеили разные оттенки помад. Ну, давайте, наверное, пробовать на губах, может быть, на губах будет что-то по-другому. Кстати, сразу опять-таки оговорюсь, вот такой тип вообще помад, это далеко не самый мой любимый тип помад, потому что я люблю делать коррекцию асимметрии здесь на своих губах, а вот такие штуки, они не работают в этом плане, но мы здесь для того, чтобы тестировать сам продукт, поэтому я надеюсь, что на это мы не будем обращать внимания. Очень приятно наносит... Вау! Она сразу становится такой красной. На губах однозначно совершенно не такой же эффект. Если я где-то что-то криво нанесу, опять-таки я прошу прощения, потому что такими штуками очень сложно наносить качественно, потому что ты, ну, не видишь, куда ты наносишь абсолютно. Слушайте, а мне нравится, смотрите, такой вот очень красивый красный оттенок, даже не красный, а алый скорее оттенок. На губах шикарно смотрится, реально. И я его вообще не ощущаю. Такое впечатление, что я слегка нанесла, вот, кстати, они у меня все больше и больше здесь проявляются на руках, такое ощущение, что немножко нанесла какой-то гигиенички на губы, но мне реально очень нравится такой вот действительно натуральный, получается, оттенок. Не кричащий в то же время, но как будто у меня очень-очень хорошо пигментированы губы вот таким вот цветом. Я, честно говоря, вообще такого эффекта не ожидала, но он меня очень приятно удивил. Еще один приятный бонус. Помада достаточно легко сошла с моих губ. Я вот ее удаляла с помощью просто диска с мицелляркой, и не осталось после этого никакого оттенка, то есть не въелся он в мои губы, поэтому давайте тестировать следующую, которая называется Barbie Doll Powder. Это должна быть более розовой. Ну, сейчас посмотрим, как она проявится у меня на губах. Мне кажется, если прям совсем какие-то нюансы высматривать, может быть, она немножко отличается от предыдущей, но вот чем дольше она у меня на губах, тем все более и более она похожа на предыдущую. По крайней мере, я сильно какой-то огромной разницы между ними не вижу абсолютно. Это, кстати, как будто немножко больше въелась в губы, чем предыдущая. Так, давайте теперь третью попробуем. Это у нас оттенок Flame Red. Будет ли он красным? Давайте узнаем. Нет, однозначно надо отдать должное этим помадам за то, насколько комфортно они наносятся, потому что такое впечатление, что я вообще ничего не наношу. Какой-то легкий, такой приятный бальзам разве что на губы. Еще один минус, который я заметила в процессе нанесения, если есть где-то места, где губы потресканы или немножко есть шелушение, то эта помада намного сильнее объедается в этих местах и немножко из этого может ложиться пятнами. Но опять-таки я сейчас нанесла вот эту красную помаду и, как по мне, она выглядит очень похоже на две предыдущие. Но вот опять-таки, если искать какие-то нюансы, ну может быть это эффект плацебо, мне кажется, что они отличаются, я думаю, на камере будет очень хорошо видно, отличаются они реально или нет. Кстати, на руке они так и не отличаются, в общем-то, так они практически все одинаково выглядят, поэтому на губах у меня есть такое впечатление, что они тоже практически все одинаково выглядят. Ну что ж, давайте пробовать последнюю, это называется Dream Purple. Будем надеяться, что хоть она будет немножко отличаться от остальных. Слушайте, а вот это действительно как будто отличается, то есть я в ней вижу такой более лиловый какой-то оттенок, и она ближе к такому, знаете, оттенку Барби, потому что те были больше как алого цвета, наверное, я бы так их описала, а это более такая бледная какая-то что ли, лиловая какая-то, но опять-таки она тоже розовая, видно, что она из той же розовой семейки, скажем так, но мне кажется, она единственная, которая действительно отличается, потому что первые три очень были похожи между собой, а вот с этой я вижу разницу, то есть я вижу, что это чуть-чуть другой все-таки оттенок. Ну что ж, время подводить итоги. К моему огромному удивлению, эти помады мне действительно понравились. Единственное, я бы, наверное, не советовала покупать все четыре, я бы советовала купить, наверное, одну ту, в которой вам цветочек больше всего нравится по цвету. Вот ту бы я, наверное, и советовала бы купить. Особенно бы я рекомендовала эту помаду тем, у кого очень красивые пухлые губы, потому что я знаю, что девчонки, у кого именно такие действительно пухлые губы, они не любят выразительные помады, такие как вот матовые какие-то жидкие помады. Они отдают предпочтение более каким-то деликатным вариантам, и именно в таком случае вот такая помада станет просто отличным выходом, потому что ее действительно легко наносить, она очень приятно ощущается на губах, как будто такой с одной стороны невесомый, а с другой стороны очень хороший и приятный бальзам на губы нанесен. Обязательно напишите, как вам эти помады, понравились, не понравились, что вы думаете о них, купите себе или не купите, может быть у вас уже они есть, поэтому обязательно пишите комментарии, мне будет очень интересно их почитать. Перед уходом не забудьте поставить мне палец вверх, подписаться на мой канал, если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, таким образом YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео, и вы их не потеряете, поэтому обязательно это сделайте, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры подогнал «Симон»!